На сегодняшний день общая численность безнадзорных собак в столице, в том числе и имеющих хозяев, по данным мэрии, составляет около 8 тысяч особей. Для уменьшения численности животных гуманным способом мэрией города Кызыла и ветеринарной клиникой заключено соглашение о стерилизации хозяйских собак. В рамках программы мы закупили чипы для чипирования животных, владельческих. Будем проводить манипуляцию ветеринарной, потом уже их будем чипировать, чтобы в дальнейшем, если будет собака безнадзорно бегать, чтобы мы могли определить владельца животного. По данной муниципальной программе было выделено около 30 миллионов рублей. В расходы, кроме стерилизации и чипирования, входит строительство приюта и покупка автомобиля «Газель» для перевозки животных, а также передвижная ветеринарная лаборатория для выезда по адресам. Ветеринарная лаборатория у нас должна поступить к маю месяцу. Когда приедет лаборатория, мы будем выезжать непосредственно на места. То есть мы на ЛДО, ПАДО, Вавиленске будем выезжать и будем там, на месте будем кастрировать животных. Это хозяйские животные, хозяйские. В городской ветеринарной клинике города Кызыла, куда отправилась съемочная группа для разъяснений, отказались давать комментарий на тему соглашения, так как специалистам самим пока не ясны условия работы и сумма, на которую они могут бесплатно чипировать и стерилизовать хозяйских собак. Государственное управление ветеринарии города Кызыла по адресу АЮ на курсе Д6 для того, чтобы начать свою деятельность, ожидает финансирование от мэрии города Кызыла. Ведь им необходимо закупать средства для чипирования и для стерилизации хозяйских собак. Но мэрия утверждает обратное, что ветеринарии города Кызыла должны сначала стерилизовать собак и только потом выставлять счет. Непонятно. Вопрос с соглашением остается открытым. Для уменьшения численности безнадзорных собак буквально на днях мэрия города Кызыла вновь объявила торги на проведение стерилизации на сумму 4 миллиона рублей. Так, по расчетам Министерства сельского хозяйства республики на одну собаку сумма стерилизации составит 3754 рубля. Она рассчитана на 1065 голов безнадзорных собак. В декабре на данную сумму также были объявлены торги. К сожалению, имеющиеся частные и волонтерские ветклиники не захотели участвовать в торгах, так как эта сумма не покрывает расходов. Мы решили разобраться, сколько же необходимо средств, чтобы стерилизовать одну особь. Стерилизация зависит от веса животного, потому что здесь учитывается расход наркоза. И чем больше вес, тем дороже стерилизация. По анализу местных клиник, конечно, самое дешевое – это управление ветеринарией города Кызыла. Потом идут частные клиники. Но там идет расход где-то от 4 до 8 тысяч. Чем крупнее собака, тем дороже наркоз. Кызылская городская общественная организация «Общество защиты животных Хатико» стерилизует безнадзорных животных бесплатно за счет президентского гранта. «Стерилизация – спасти живые души», который они начали реализовывать еще в 2021 году. В июле 2023 года сроки подойдут к концу. Здесь приходится работать на условиях софинансирования, потому что грант писался еще до взлетевшей цены на наркоз. И, конечно, здесь по карману очень серьезно бьет и приходится доплачивать. Но на условиях софинансирования мы все равно работаем. По данным мэрии города Кызылы, всего в свободном выгуле число хозяйских и безнадзорных собак составляет 8 тысяч особей. Получается, что только на стерилизацию и чипирование всех имеющихся животных на сегодняшний день потребуется еще около 30 миллионов рублей. И это при условии, если вес собаки будет минимальным. Алдин Кыз Боян, Боян Уюн, Айдана Сенденма, ТУВА-24.